Субтитры делал DimaTorzok Ага, вижу Всем привет! Сегодня 20 марта и уже больше чем месяц мои родители находятся в Новой Зеландии, где они приехали из России 15 февраля А сегодня мы начинаем путешествие по южному острову Это будет 10-дневное путешествие, так что смотрите, думаю, будет много чего интересного В ожидании самолета на Квинстаун Вот, ты сиди Иди, сиди Мама 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 Папа Они не слышат меня? Они не слышат? Они включились на видосики, где не проводят. Я думала, София будет спать, а она пока еще не собирается. Сейчас покажу, что она делает. Уже перешла на сиденье, грудить к дедушке с бабушкой. И что-то там рассматривает. А Самира там где-то вон там далеко. Приземлились в Квинстауне. Не такая здесь красота. Аэропорт посреди гор. Забрали свой багаж. И сейчас будем ждать такой вэн, который заберет нас и отвезет туда, где мы можем арендовать машину. Куклы мои! Тут классно. Это город, в котором я приземлилась в Новую Зеландию в 2018 году. Я обожаю этот город. Было в тот месяц полотно. Это было в мае. И сейчас мы снова здесь. Это супер. Мы были несколько раз здесь, когда я была студенткой. А сейчас мы приехали с родителями. Родители, помашите ручкой. Помаши ручкой. Так, мы арендовали машину Hyundai Lantra. Вот, посмотрите, такая машина у нас. Я никогда такую не водила. Ну вот, теперь вожу. София там нас усунула. Мы двигаемся в направлении к нашему отельной отели. Это такой домик мы сняли. Сейчас потом покажу все. И остановились вот здесь на площадке, передышать, отдохнуть немножко. Буквально 10 минут еще ехать. В общем, тут круто, очень гориста. Это же Квинстаун. Да-да-да, он такой. Мы уже заехали в магазин в Пакинсейф и закупились продуктами, чтобы у нас что-то было необходимое для проживания в домике. Потому что у нас там есть и холодильник, и плита, и микроволновка. Все есть. В общем, у нас было просто два часа после самолета. И вот у нас к трем как раз мы должны подъехать в наше место, где мы будем жить. Поэтому у нас было время для закупок. Смотрите, какая красота у нас на фоне. Это же горы. Я обожаю горы. Вот я так считаю, что это какой-то такой поселки. Новые поселки строятся. Смотрите, да? Это не прям в Квинстауне, а до Квинстауна минут 15 ехать. Значит, мы первый раз ужинаем, обедаем, или как это называется, в нашем коттедже, который мы сняли в Квинстауне. Софиюшечка тут вот-вот-вот. Что? Чикарный коттедж. Да. А мы будем кушать сейчас. Та-да! Вот мы обжились. Заселились, покушали. И теперь нам нужно обозреть окрестности нашего. А мы на этом деле. Вот тут мы живем прямо под этими горами. Господи, как это красиво. Необыкновенно. И идем прогуляться нам надо. посмотреть. Да, посмотрим, прогуляемся горам поближе. И вот что хочу сказать, что вот, конечно, у нас в Окленде вот этого нет. Мы не живем под горой, мы живем все-таки в городе и среди травы, среди соседей, и совсем там все по-другому. Здесь плоский город, а Окленд весь гористый, весь холмистый, то есть. Мы проходили мимо огроменного дерева, вот мы прошли и тут растут такие зеленые какие-то типа яблоки как будто. Но мама вот нашла, нашла зеленое вот оно, вот-вот, как оно выглядит, только оно побольше там. И покажи, как выглядит грецкий орех. Вот, и вот он, грецкий орех. То есть мы можем насобирать даже. Мы просто однажды, однажды давно путешествовали и насобирали тоже грецких орехов. Это было классно, было интересно. Было очень вкусно. Хочу сказать, что мы ездим отдыхать, но стараемся каждый сезон. Ну, недалеко ездить стараемся каждый месяц и, в общем-то, каждые выходные на какую-то рыбалку, что-то в этом духе. И мы, вот уехали мы далеко. И это далеко и так классно в плане идешь. наслаждаешься, дышишь. Тебе не надо ничего делать дома, никуда бежать. Да, я понимаю, что я сейчас не работаю полноценно, но просто, когда есть отпуск, это очень круто, нужно в отпуске наслаждаться жизнью, спокойно гулять, развлекаться и обязательно наслаждаться природой. и так, мы покоимся, сегодня второй день и мы покоимся ехать на скайлайн, папа набрал яблок, вон у нас дерево шикарное есть, Софа готова, Самира готова, вот, а что там, какое-то страшное яблоко, тишина, красота и ой, лепута. Да. Всем привет, закрываем наш дом и едем, у нас второй день путешествия и едем мы на скайлайн, кататься на машинках, смотреть на красивый город. Припарковали нашу красавицу и идем на прогулку вдоль озера в Квинстауне и как раз на скайлайн. Фуфушка наша спит, папа с мамой наслаждаются видами, фотографируют эти чудесные красоты природные. И вот на горах видно на склонах дома и отели в основном. А вот так еще посмотрим. Вот туда мы сейчас будем взбираться. Что ты хочешь? Ну вот на этой штуке прокатиться. На этой штуке. 170 долларов. Еще прямо да и тебя будут катать и будут катать ну посмотрим сегодня завтра да посмотрим может быть маленький человек маленький человек сегодня так классно и мне все время хочется чтобы меня снимали на мою давай едем-едем продолжаем ехать вот вы едете вот родители пошли 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 наверх и я красиво пока что нами русского увидела айсбар и мы сейчас посмотрим что там продает потому что мы очень мороженое красиво это точно мороженое и различные шоколадные мороженое я тоже в общем мы попробовали очень круто круто и мы наверное вернемся и тут обязательно что-нибудь купим купим ой доброго лодителя нас можешь тоже поснимать снимаю что-нибудь такой он чистый ну так сядь софушка сейчас мы едем наверх мы посмотрим что-нибудь что-нибудь какая красота сверху да 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 с этой горы с парашютом да где когда с какой горы мы уже забрались на самый верх софии нашли детскую площадку дедушка с бабушкой ходят там вот тут кафе можно покушать посидеть отдохнуть а вот и тут смотревая площадка иду искать родителей где уж тут они не знаю поснимаю виды родители вы где ну что где они а вот они я их вижу а вот такой маленький городок где там наши родители а тут стройка какое впечатление Квинстауне очень красиво да очень красиво ну чем-то отличается от Окленда конечно отличается прямо полностью клистично горы 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 это очень красиво ну что они скажут просто все это здесь там приезжайте летайте смотрите еще тут можно полетать мам хочешь полетать кстати может быть ты хочешь полетать ну почему да я вообще высоты боюсь Слушай для меня это такой кошмар а воды не боишься ну вода я тоже плавать особо не умею но это не так высота это там высота вагу очень неожиданно но здесь сейчас стройка и мы идем на машинках кататься по среди вот этой строительные строительных работ немножко такие впечатления не очень из-за этого и здесь всего открыта одна дорожка для для спуска вниз тоже как бы так себе не очень однако вот я еще хочу сказать что вообще первые впечатления о квинстауне о и самые лучшие впечатления у меня были конечно когда мы первый раз сюда приехали в студенческие годы 2018 году на тогда когда мы еще не работали и гондолы себе не могли даже купить вот и мы поднимались сюда пешком на по дорожке среди леса так что это было как бы тоже круто сейчас на самом деле тут все перерыли и поэтому нет никакой дорожки и вот идем и пока по лесам по каким-то специально организованная конструкция для тех кто хочет спуститься с этим шлемом и на машинках вот красиво конечно виды классные ничего не скажешь буду наслаждаться дальше не снимаю тебя не снимаю я снимаю что вокруг вот видите тут все вот перерыто это ну я не знаю когда будет закончено надо будет загуглить наверное если это интересно конечно вот мы сейчас идем вниз у нас уже есть шлем будем подниматься на вот этих сиденьях наверх тут огромный кран то есть те кто хочет приехать к инстан сейчас ну даже ресторан это какой-то не такой чуть-чуть как будто он закрыт наполовину это самира мы ее не снимаем это самира ахахахаха снимаю я сегодня в ударе и меня хочется вступили чтобы меня снимали я не знаю почему ну как такую красотку не снимать я вообще-то давно не снимала кино на мой youtube канал на котором уже 366 подписчиков спасибо ребята что вы меня смотрите вот смотрите как круто тут елки-палки не могу я передать словами все это а посмотрите как здесь самый лучший вид она конечно неприятно смотреть сейчас потому что мы прилетели сюда отдохнуть последний то красоты и тут стройка мы понимаем что это стройка для чего-то затеянно для того чтобы появились новые дорожки и да что появился какие-то какой-то новое фасилити и потом красный вид приедут другие родственники и они уже посмотрят что ага вот наконец-то тут все попере строили построили все готово все прекрасно ой господи оказывается болтать без перерыва это очень тяжело смотрим вот так выглядят значит дорожки для спуска и вот люди там визжат пищат особенно я когда еду я вижу и пищу вот сейчас мы идем сюда и вот здесь мы сядем на эти машинки собственно мы в ротароу тоже самое делали я не помню я снимал что-то в ротароу про ротароу или нет сейчас покажу вот такие машинки вот смотрите вот так мы тоже поедем молодцы какие это Самира мы спустились второй раз и это оказалось круче чем первый я не знаю почему но после первого раза мы не такое удовольствие получили второй раз классно на фоне стройки так что вот и Самира Самира в камере я так тут вообще увидел какой классный фон и мы уже с Самира хотел показать что здесь есть дорожка по этой дорожке мы катаемся а вот это место где можно сфотографировать посидеть посмотреть так что я где-то здесь буду находиться и когда родители покатятся то я их буду здесь снимать итак мы прокатились три раза теперь мы спускаемся по этой дорожке вниз потому что мы не хотели идти по стройке господи я может быть уже слишком много снимаю этого всего в общем я начинаю наслаждаться отключаю камеру я начинаю наслаждаться я продолжаю наслаждаться этой красотой они целуются в общем нас бабушка с дедушкой ожидали мы все закончили свои поездки теперь они пойдут а Сова здесь отдыхает итак рум тур я снимаю сегодня когда мы уже съезжаем с нашего маленького коттеджа сейчас мама нам покажет давай мам заходи показывай рассказывай заходи да пожалуйста все нормально наш номер состоит из ну как скажите гостиная вместе с кухней все прекрасно здесь так уютнее до вечера можно было сидеть на барных стульчиках все есть вообще абсолютно все здорово посуда прекрасная здесь было очень уютно ребенку лазить между прочим поэтому покрытие пол теплый это классное окно с подушками правда это очень было так приятно там вечером посидеть полюбоваться между прочим завтракали мы с видом на горы и солнце начало сходить все это очень было мило и душевно очень красиво приятно очень красиво горы что вот сейчас облака горы здесь у нас есть две комнаты две спальни здесь вот мы с мужем отдыхали есть все большая кровать ну как обычно шкаф там миллион полотенец одеялки миллион ну в смысле всего есть да хватает то есть позаботились о том чтобы тепло было гостям потому что квинстаун это город не не жаркий зимой и ночью тепло было спать надо сказать тихо очень нам очень понравилось вот здесь спальня для предположим детей то есть еще две кровати и то же самое все полотенца конечно тут были у каждого красиво свернуты все приятно владельная доска утюг все 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 короче все как хорошее все по-домашнему да все вот именно по-домашнему как будто ты пришел к себе домой пользуясь тем что у тебя все есть пойдем я в ванну покажу мне очень понравился душ уж сам душевая почему я очень обожаю холодный контрастный душ но очень напор должных классный и вот здесь супер напор идеальный мощнецкий просто и вообще стеклянная мне очень нравится без всяких там вот этих пластмассовых вставок очень здорово мне очень нравится и кстати в разные стороны открывается дверь ну тут все небольшое но очень уютно здесь нас везде есть маленький свет большой свет подогревающийся пол и полотенечник подогревающийся и еще же есть вентилятор вон тот да теплый так что они никак не замерзнуть совершенно полочки тут все как надо и ну и последнее наверное тоже очень приятно и очень здорово что есть тут и сушилка и стиральная машина так что всем этим можно пользоваться мы не пользуемся мы пользуемся только кондиционером с утра мы включали его на 31 градус он быстро нам все нагревал ну и еще посудомоечная машина тоже присутствует потому что это везде вообще-то есть ну да 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 мы хотели попользоваться плитой но уж потом передумали но тут есть да действительно и плита микроволновка да и тостер ну не везде надо сказать так что мы очень довольны очень довольны здесь можно было пожить даже вот отпуск свой провести в неделю-две помни ну все сделали мы ром-тур он папа тоже снимает все счастливо уезжаем в наше следующее направление в наше направление мы едем мы едем в Эдвергаргел в Эдвергаргел красота что сказать смотрите горы в облаках ну все нам нужно уже выезжать складывать наши ключи назад здорово красота тишина просто просто какой-то идеальный мир мы выехали мы главное сели и аж невозможно оторваться от этого вида да вообще невероятного вот из машины папа щелкает и я щелкаю смотрю поехали вперед только вперед все поехали в сувенирном магазине в Квинстауне тут все сделано из меха разных животных очень мягкий мех очень мягкий да ах 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 есть все сначала не понимать что такое а это стельки да да это стельки оказались вот так вот такие вещи классные кстати суперские зимой здесь вообще все очень актуально потому что зимой здесь холодно это классические вещи которые всем подходили какие стильные у-у-у и наоборотникам Итак, мы находимся в городе Кромвелл, мы сюда приехали по пути из Квинттауна до Инверкаргелл, это регион, где выращивают фрукты и делают вино, выращивают виноград, вот, и тут знаменитая вот эта вот статуя, далее мы не успели сходить в музей, не успели этого сделать, мы только успели покушать и посмотреть, какие красивые тут поля, зарядить телефоны, нам уже надо ехать, нам 3 часа ехать до города Инверкаргелл, а вот мы еще будем останавливаться в Александре на 5 минут, так что вот путешествие продолжается. Кромвелл находится вот среди гор, да, такое плоское место, где, видимо, прекрасно растут фрукты. Приветствия, предыдущие было здорово просто, впечатления, еще вот сейчас на Винверкаргелл, да, поедем сегодня на ферму, так, чем они там занимаются, посмотрим, первый раз на ферму, не знаем, как нас встретят, ну, встретят, наверное, хорошо, а чем занимаются, наверное, будут какие-то впечатления. Дадут лопату, скажут, говно кидать. Посмотрим на фермеров, на новоделанцев. Ладно, давай. Вон, какие деревья красивые вокруг, кстати, смотри. И вообще, Инверкаргелл, я была в этом, в 2020 году, последний раз, Инверкаргелл, вот, вырос огромный дом. Вообще, вот это центр города, старинные эти дома. Мы приехали за пиццей, вот, ну и далее, и далее по списку. Да, вот и Джон, мой друг, мои родители, мы вот приехали к ним в гости. Ну, а Джон? Так, он очень классный. В общем, потом расскажем, покажем, пойдемте. Давай, давай. Джон нам показывает сад и его жена Мэри. Да, пойдем. Да, очень классный, очень классный. Мама пошла уже кормить маленьких альпак. Какой год ты там? Один, два и четыре. А, месяц. Ни все хотят, ни все. Два, три месяца. Один, два и четыре месяца. А папа разговаривает через Google Translate с женой. Два, три месяца. Ребята, до конца. Два, два и четыре. Да. Два, три месяца. Два, три месяца. Нет, мы не потеряли его много. Да, мы не потеряли его много. Да. софия что у тебя тут игрушки новые но в рот ты их не суешь я смотрю да сегодня пятый день нашего путешествия мы в инверкарга сегодня воскресенье уезжаем завтра вот гузалия прекрасная с прекрасной собачкой прекрасная мама желтой куртки проходим прекрасные девчонки проходим 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 дальше вот и и застрявший папа там софа и они не могут что-то разобраться прекрасный папа застрявший я поднял значится вот смотрим какие тут прекрасные зеленые газоны вот дом там вот мы из него вышли и мы идем в queen's парк queen's парк знаменитый самый лучший на свете добро пожаловать наш знаменитый спасибо гузалия в этом парке я семьей провели мы два года но смысле два года мы здесь гуляли показе жили в инверкарде это один из лучших парков вот гузалия скажи же да вот где-то да нету нету таких парков такой насыщенный все тут есть иди и разные деревья и площадки и все 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 очень классные будем смотреть будем посмотреть по всему парку расположены такие железные конструкции который предназначен для игры в фризби и есть даже какая-то ну то есть они как бы типа карта какая-то и можно в общем игра фризби да здесь организована в этом парке а вот они вон они пошли видите видите у них фризби эти тарелки играли видимо здесь очень много людей с собаками прогуливаются и вот тут есть поилка для собак организована и в парке их несколько также есть такой приличный как везде в новой зландии туалет он наша команда идет папа мама и гузалия собачкой девчонки впереди велосипедистов очень много этот парк вообще предназначен кажется для бега для велосипедов ну для прогул он такой многофункциональный как я уже говорил что не знаю люблю его и всегда хочет сюда приходить и никогда не скучно мы уже в центре парка вот эти огромные деревья они нас впечатляют давай давай что это и кто это мы не знаем вот они так выглядят и еще раз привет это наши знаменитые фрукты в инспарка здесь у нас все иностранцы приходят сюда кормить иногда покупают специально белый хлеб и кормят этих уток чтобы они были жирными и вкусными ловить их нельзя есть их тоже нельзя и сейчас узнали недавно что и кормить хелевом окрасе нельзя но тут очень красивое место спасибо гузалия да это наше место куда мы тоже приходили и многие он папа снимает тут такой садик есть о боже мой что это что это что это что вы сделали чумачечи также есть а в кинспарке еще и зоопарк он небольшой но очень приличный особенно для детей тут вообще и павлины барашки и по-моему олени там есть и вот такие хорюхи кролики и птицы тоже в квинспарке есть кафе в котором можно заказать различные киви стайл фуд кофе и вот можно посидеть на улице сейчас я покажу как она выглядит вот значит детская площадка здесь и кафе так она выглядит пожалуйста пикник на улице тоже возможно мы пошли домой и дальше в бассейн привет всем мы приехали сегодня еще решили в бассейн сходить городе инвер каргель стой я даже не знаю а мы в основном идем честно сказать за бани любители попариться сейчас вот так выглядит этот бассейн до того как мы уехали вот этого от этой горки не было была другая ту другую закрыли даролин и сейчас у нас вот эта крутая горка мы сейчас вот так что попробуем всем привет сегодня шестой день нашего путешествия и мы достигли крайней точки южного острова крайней точки Новой Зеландии Родители Самира, София мы все скажем большое спасибо Гузале за прием в Инвер Каргел и вот мы пробыли там три ночи покинули их уютный гостеприимный дом нам было очень весело мы болтали общались готовили вкуснятину гуляли по местам ностальгировала я немного немножко даже вот так что сейчас мы находимся в Лад и дальше продолжим путь в Донидин мама и папа делают фотографии и видео на фоне этих стрелок а что тут написано можно в Сидней в Лондон на расстоянии в Нью-Йорк вот очень красиво конечно конечно есть еще острова Новой Зеландии дальше Стюарт Айленд я там не была никогда не знаю попаду когда-то захочу ли я это делать или нет вот тут есть туристические группы кстати они тут новозеландские ракушки эти пауа называется они их доставали и вот ой господи можно видео поснимать сейчас я поснимаю какая это внутри чернота и красота дороги ну или видок по дороге в Донидин мы остановились на поле под Солнуховом но тут написано что соберите свои ну в общем можно взять горох тут еще горох есть вот очень много гороха везде но он на самом деле невкусный а не хватает все хватает ой вообще прикол в общем мы остановились не буду я это горох есть невкусный он совсем но в общем какая то деревня город или что это такое сегодня седьмой день путешествия и мы уезжаем из Донидина в город мы конечно толком не успели посмотреть но там есть очень красивые места это кафедральный собор такой величественный я тебе хочу сказать мы сейчас все равно заедем туда и в Ботаник Гаден заедем и еще в музей приночевали нормально прошел дождь и нам опять повезло с погодой да сейчас я покажу кстати какой у нас такая кабина сейчас я кабину покажу так смотрим сюда вот так она выглядит заходишь тут такие кроваточки и вот я спала на этой побольше которая с Софией вот смотрим сюда это офис их там лаундри ну в общем это обычный типичный такой holiday парк но в Зеландии мы приехали в Ботаник Гаден в Донидине это одно из мест которые необходимо посетить утки утками самая красота вот на этих склонах видео не передает но очень круто растений безумное количество все это очень здорово посажено красиво сейчас они ушли погулять в коляске без ребенка вот а мы тут смотрим на огромных уток а Софа засыпает ну давай мама расскажи как впечатление от ботанического сада в Донидии ой сад мне очень понравился ну конечно тут были почти два часа да но обошли я бы сказала может быть одну треть Ира говорит что еще где-то есть птицы но их не увидели кто здесь террасами прекрасно но мне по крайней мере все так нравится все очень красиво здорово я бы с удовольствием сюда еще раз приехала еще раз одного раза мало да одного раза мало чтобы все обсмотреть красиво прекрасное место для прогулок я думаю долго можно тут гулять да 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 люди здесь да проходят эти а дальше давайте и ко мне второе место которое мы собираемся посетить это музей города Донидина эмм вот он находится рядом с до вокзала сейчас мы сюда зайдем вот этот музей вот музей такой установились в городе Оамару это какой-то город это город на берегу океана и посмотрите какой здесь залив и вот это кафе кстати железное мы там заказали себе кофе и немножко отдохнем здесь тоже есть такая крутая площадка вообще супер мне очень нравится этот вот этот весь стиль да Софьюшка у нас спит и мы не можем покинуть машину ну классно вид тут просто волшебный очень круто вот так мы тут сели в кафе классно конечно но тут очень красиво ну просто слов нет глаз не оторвать ну привет сегодня восьмой день нашего путешествия всего их будет десять мы сегодня в Крайсчорче и проснулись и снули вчера и проснулись слава и значит мы ходили в антарктик центр я их привела и вот это мнение как оно тут вообще расскажите ну давай начинайте короче это развод лохов ты чё? так нельзя мне это говорить так нельзя так говорить ну впечатлений честно нет потому что мы какие у нас могут быть впечатления зашли в эту камеру где холодно как может быть там холодно если мы уехали у нас было 40 а в камере было и 17 градусов ой ой да да ну какие там собачки ты сказал собачки заморина их шердули наверное они спят эти хаски эти пингвины да королевские нет они не королевские голубые маленькие но кормят их только тогда когда зрители собрались в общем вот так ну в общем вот входишь в антарктик центр классно все ну ждешь впечатления а внутри ну конечно бы надо им еще потрудиться чтобы туристов то завлекать нет особо я даже по-другому бы сказала это зрелище не для каких не для туристов это для детей для маленьких хорошо до 3 класса вот как у нас в России бы сказали до 10 лет потому что настолько это все по-детски все по-детски картинки все старые ну то есть для нас вот если мы смотрим там фильмы типа наука 2.0 там да это в скайвере смотришь настолько наивно реально на ВДНХ на ВДНХ в Москве все раз лучше дети пусть ходят все выставки вот такое мнение про знаменитый антарктик центр в котором мы были несколько лет назад и нам очень понравилось очень понравилось да но на самом деле да там может быть действительно все настолько устарело все устарело все заморенные собаки а тут они вроде были не заморенные за столько лет они может быть и ну в общем такое мнение оказывается не все тут так идеально дальше едем в гости к Олесе едем в гости всем привет сегодня девятый день нашего путешествия завтра мы уже летим в оклон это Соня у которой мы прожили уже третья ночь будет вот и расскажите пожалуйста Соня куда мы сейчас идем мы сейчас идем на пирс в Тихомыкеане в городе Окленд ой Окленд краичи очень хорошее тут место такой пирс красивый здесь все фотографируется вообще красота так что приезжайте пожалуйста в гости ну конечно не так надолго но можем принять их кого хочешь если надо быть сильно приезжаем я знаю сейчас же все поедут к вам я сама в гостях поэтому так да все красиво сейчас покажем мы тут были в каком-то там году три года наверно назад тут огромный пляж и вот очень длинный пирс да тут библиотека также есть вот здесь площадка для мероприятий тут было какое-то представление фокусики приезжали вот сейчас сейчас будет не день плюс это не сезон а это мы после бассейна все лохматые зато чистые очень отпаренные даже хорошо покажи за ребенок грязных штанах она уже вся все перетерла своими розовыми штанами но она вон тоже в шапке и в теплой кофте какая-то куртка давай покажи какая-то куртка мощно я слал ты как настоящий кивос железные женщины в куртках ходят и слава зимой и океан бесконечный темный кстати мы когда были тут последний раз единственный и то же самое было как-то вот так вот так и было сегодня мы в крайсчорче и сегодня мы уезжаем из крайсчорче улетаем домой ну город как бы не знаю какое впечатление оставил особого нету впечатления не знаю почему донидин мне хотя наверняка есть хорошие красивые места ну что сказать слава богу сегодня нам по крайней мере повезло с работой с работой с погодой и мы можем посмотреть памятник куку который очень хотел посмотреть владимир да действительно сегодня мы уезжаем десятый день нашего путешествия вот он кук вот он папа софия спит мы уже очень хотим домой уже устали самерочка вон там а город мы не посмотрели нормально наверное за погоды и зато вообще слушай мам мам мы зато пообщались офис александра было классно они нас прекрасно здесь встречали соня с одессы познакомились соня одесский город нет расскажите нам про землетрясение да 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 что вам соня рассказала что в 2011 году запрещено находиться строить очень сложно очень восстанавливается да город хорошо очень пострадал это здание закрыто по ходу мы так предполагаем вот плюс разрушил разрушена очень много было и люди погибли а еще есть такой памятник этим погибшим надо нам дойти до него продолжаем идти по городу красчерч вот в этом по этой улочке прошлись папе очень понравилось так живо там много еды как-то весело и вкусно пахнет музычка играет а вот здесь такое здание наверное это офисное вот мы идем 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 софия проснулась в общем ты тепло и хорошо и и все время у нас есть ой сейчас чихну чихну начало снимать ой мне так нравится как эти утки ой гуси а к верху да давай ищи что-нибудь о смешная она всегда ищет и вверх хвостиком гуской идем-идем сами не знаем куда но идем городе видны горы то есть это горная местность ну и в красивыми про окна например такое сказать не могу вообще тут арт я вообще обожаю эти картины на стенах на заборах а вот она то что разрушена и сейчас реставрируется ку пройти и не прокомментировать современное искусство вот это женщина мне очень нравится и этот йог женщина русалка нету не нет хвоста женщина также тут ходят в трамвайчики такие симпатичные это тур можно можно приобрести такой тур по 35 баксов стоит вот а вот на гоноле мы кстати были мастериком были самеры а вот с вами не были арендовать такой вот велосипед прекрасный у нас задержали самолет и мы тут решили полопать на полтора часа да нам долго задержали поэтому а если норан пришли набрали тут суши и мама сегодня будет бургер king есть хотя она никогда не сказала не ела бургер софии прилепили пластырь она пытается его отлепить да покажи как сегодня вот все но когда поели сидим ждем наш самолет но мы еще не прошли регистрацию нам как те бургер то ну сытно сытненько и курица была такая ночью остров все до сета остренькая на двоих нормально в одного номера софия отлепила в общем сейчас мы расскажем впечатление про наше путешествие и теле в около 0 0 0 0 0 сейчас задержался же самолет и теперь да вон сами ройдет серик нас уже должен встречать папа вон машины и так финальное видео про наше путешествие и это будет видео про ваше впечатление и первый вопрос как вам я в общем поняла что вам в принципе путешествие все понравилось но как вам путешествие на машине как вы оцениваете этот вид путешествие не на поезде не на самолете передвижение а вот такие вот переезды долгие на машине я считаю что путешествие на машине это самый оптимальный вариант во первых ты очень много видишь то что вокруг тебя особенно когда ты первый раз а на чем еще путешествие здесь я так понимаю все это делают потому что город города находят находится друг от друга не на таком большом расстоянии чтобы лететь на самолете поезда это тоже довольно таки редкое здесь явление так я понимаю надо нет мне лично понравилось папа куда-то самый такой способ на машине захотел остановиться посмотрел захотел передохнул пофотографировал уже сам все ты хочешь что и делаешь где захотел там остановился там в отеле или в палатке это самое отлично хорошо поняла второй вопрос какие города и места вам понравились больше всего наверное этот вопрос такой более объемные но я думаю вы уже знаете четко что вам понравилось а что нет не знаю можно ли окна сюда внести конечно опы из нашего 10-дневного путешествия но естественно это квинстаун что там говорить потому что остальные несравнимы но мне еще очень понравился городок донидин 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 сейчас я подумал чем даже клинстаун что там вот переселенцы первые переселенцы там жили не знаю вот даже вот это вот кафедральный собор меня вообще настолько мне он меня впечатлил я таких больше вот не видела может где-то еще есть но мы был больше узнали если бы еще на день остались а тебе лучше всех клинстаун что тем более погода вот прям подфартила нам в клинстауне и мы там на гондолах на грузе забрались там мероприятие было там я на этом на лодке под водой плавал там и парк у них а да и последний вопрос хотелось бы чтобы вы улучшили чтобы посоветовали чтобы не делать чтобы до улучшить что можно в таком путешествии изменить извините а если она не в наших силах но все равно сказать то можно конечно можно другими другие люди посмотрят и подумают ну да положим второй раз и ни за что бы не поехала к рейс черт к рейс черт да правильно сказал потому что после землетрясения прошло уже 14 лет город не восстанавливается не восстанавливаются соборы вот именно такие исторические места которые хотели бы посмотреть туристы они не восстанавливаются непонятно почему то есть если они хотят привлекать туристов то чем вот этим развалами не знаю вот это мне очень понравилось что город не восстанавливается постоянно сирены эти какие-то в центре города постоянно сирены машины чё там ну видишь устроить строительная техника и в общем как то чувствуется что там некомфорт как-то нам но не зашел этот город после всех там оклин донидин квинстон не зашел он нам совершенно туда второй раз я бы не вернулся даже мне между прочим и инвер каргел понравился очень потому что широченной улице и он такой уютный чистый чистый уютный широченную улицу парк здесь можно передать привет гузали да она наверно создала определенное впечатление об этом городе большая благодарность надо сказать и рынке друзьям которые нас очень принимали прям вообще на высшем уровне до гузали им передаем тебе привет и благодарности и твоей семье тебе и твоей семье очень милые доброжелательные люди спасибо вам я очень рада что мои дочери стеки друзья спасибо также много хотим сказать своим очень коротким знакомым 20 минут мы знакомы были в аэропорту это александр и софия из города красть черт которым нагло конечно напросили ночевали у них три дня буквально посторонние совершенно люди только одно нас объединяло то что софии мы из россии капитан дальнего плавания александр работал на половецом суде капитаном при советском союзе развалился и получилось так новой зеландии остался 30 лет живет ну вот узнать появились у нас новые знакомые новые друзья можно сказать там сейчас мы продолжаем общаться тоже али еще хорошие рынке подруга олеся пригласила совершенно нас практически посторонних людей в гости спасибо очень все гостеприимно очень доброжелательно молодцы спасибо в общем это путешествие оставил свой след мы очень рады что мы туда поехали спасибо ринке и семье но супер супер я очень рада что мы съездили и познакомила я вас со всеми своими близкими в новой зеландии еще нам много еще чего не это можно было куда ездить но всему свое время и предел мы сыты и пока ну давайте тебе скажем пока пока до новых встреч вот если есть возможность есть возможность и желание обязательно приезжайте в новую зеландию много впечатлений на 180 градусов от европы и от россии наоборот поэтому впечатление положительные выше крыши есть желание уезжайте не пожалеете лезть лезть и с лезть лезть лез Ott Продолжение следует...